всем привет вы на канале заброшенная прибалтика в советские времена в городе каунас было много различных заводов сегодня мы прогуляемся по заброшенному заводу ниток посетим заводские архивы лаборатории и хорошо сохранившийся актовый зал а также спустимся в бомбоубежище приятного просмотра да а вот и сердце бункера блин он как будто прямо с завода а вот и главный вход будочка вахтера и довольно большой гардероб на сотню-другую курток а вот и заводская столовая правда почти все столы и стулья отсюда уже вынесли а тут была сама кухня где еду готовили какие холодильники похоже на морозильную камеру такой большой-большой холодильник причем тут такой не один а вот и Субтитры сделал DimaTorzok Тут, наверное, была такая отдельно небольшая комнатка, где кушали директора и начальники Итак, второй этаж 2009 2009 Да Вообще, город Каунас в советское время, насколько я читал, был одним из центров промышленности в Литве То есть в этом городе были сконцентрированы все предприятия А завод, где я сегодня нахожусь, производил искусственное волокно И в том числе нитки Являлся одним из городообразующих предприятий Непонятно, что это за чайник Какая-то интересная кладовочка Вот это да? Какой зал? В 70-е годы при Советском Союзе этот завод был назван именем 50-летия Великого Октября Одно из крупнейших предприятий Литвы Каунасский завод искусственного волокна Ему присвоено имя 50-летия Великого Октября Это первый в стране завод искусственного волокна Где наладили производство триацетата Каунасский завод производит различные виды искусственного волокна Основу для изготовления красивых и дешевых синтетических тканей Несмотря на то, что здесь всего три этажа Но эти этажи, они очень огромные В длину здания минимум 500 метров Причем это только такая административная часть Потому что сам большой цех Где были сами станки, конвейеры Занят складами различных предприятий И здания не заброшены И там по-прежнему кипит жизнь А заброшен именно такой вот административный корпус Газета на Литовском 2008 года Впрочем, судя по календарям Здесь все и обрывается на 2008-2009 годах Тут когда-то, видно, стояли проекторы Крыша здания Весьма длинная И вот, чтобы вы понимали Размер этого предприятия Вот это все были цеха с самим производством Аж прямо до той высотки А в этом здании было больше Всякой бухгалтерии Архивов с документацией Чертежи Причем нарисованные Похоже от руки Какой почерк красивый был у людей Руководство к решению задач По теоретической механике 72-го года книжка Насколько я знаю Где-то здесь еще есть Химические лаборатории Постараюсь их найти Поздравляем с юбилеем, что ли В каждой комнате примерно одно и то же Мебель И документы на литовском Которые я, к сожалению, не понимаю 2004-й Заводская уборная Красивая плитка, кстати Касса Возможно, здесь выдавали зарплату Какой сейф Вот это да Какие толстые двери Вы только посмотрите Возможно, даже Несгораемый Хотя это лишь мои догадки Ого И это только Одна третья От одного этажа А вот, похоже, и те самые Химические лаборатории Про которые я говорил Но тут как-то Пустовато Эх, жаль, что я не знаю Литовского Лаборатория контроля Качества, что ли Такая же, как и прошлая Очень похожа Они все А вот тут уже Даже остались Химикаты Реактив Фишера Бензин, что ли Что интересно Химикаты Иностранные Не Реактив Фишера Как обычно На таких заводах Возможно Нитки Сделанные Как раз таки На этом заводе Как они переливаются Учитывая Для опытов Для опытов Тут уже как-то Побольше всего Правда, все Открытое Долго тут лучше Не находиться Наверное, чтобы Не надышаться Какими химикатами Калий Калий Натрий Это уже, наверное, какая-то Шестая или седьмая По счету Комнатка И все Это была Одна большая Лаборатория Невероятно Огромный Завод был А вот и система Вентиляции Поскольку Здесь Я так понимаю Были сильные Запахи От этой Лаборатории Химикатов Вот эта система Проветривала Воздух На этажах У меня сердце В пятки ушло Блин А это был всего лишь Котик Склад радиодеталей Похоже, был Конденсаторы Разные Сама Ящик с самыми различными лампами накаливания. А может это не лампы накаливания, может это те же радиолампы. Не злитесь на меня в комментариях, если я неправильно назвал. Да, похоже, что это какие-то радиолампы что ли. Только более крупные, чем те, которые мне попадались раньше. Интересная находка. Но это единственное, что здесь сохранилось, правда. Какая лампа. Вот это да. Получается, второй этаж. Здесь все так же лаборатории. Только уже почему-то более разбитые. Опа! И, конечно же, мои любимые противогазы лежат. Куда же без них? Надо будет, кстати, поискать. Здесь должно быть бомбоубежище по-любому под этим зданием. Вот это, похоже, ящик с запечатанной. Хотя нет, не с запечатанной, просто с продукцией. Опять же, те же самые нитки, которые здесь и производились. Здесь, судя по размерам завода, здесь ниток делалось очень большое количество, я думаю, каждый год. Еще один архив. Но тоже уже почти пустой. На русском, кстати, литература. Техническая, в основном. Компьютеры старые. Разбитые уже. Эх, пришел бы я вот сюда, как я в последнее время люблю говорить, 10 лет назад. Такой ролик для вас снял бы и столько всего увидел бы. А с другой стороны, приди я сюда на 10 лет позже, скорее всего, этого здания уже не будет. И вместо него будут какие-нибудь многоквартирные дома. Новые, или торговый центр. Интересные писсуары, кстати. Автономная телефонная станция. Вот это, да. Сколько телефонов под ногами. Телком. Вроде как не советские телефоны, кстати. Более современные даже. Или иностранные. Натрий сер... Серноватисто кислый. Как будто что-то гудит совсем рядом. Рига. Вот откуда звук. Здесь трансформаторная. И она закрыта. То есть в здании есть свет. Но нет. Нету здесь света. Странно. Ладно. И снова какие-то склады. Сапоги, форма. Противогазы. Значит, где-то недалеко бомбоубежище. Надо его найти. Смотрите, какой сторож сидит. Сторожит подземные склады. Вот это да. Картина на всю стену. Комната отдыха, что ли, какая-то была для рабочих. Раздевалка. Да, небольшая душевая. Душевая. И снова коробка с нитками. Опять же, сделанными, скорее всего, на этом заводе. Каких же цветов здесь делали нитки. Похоже, что самых разных. Желтая. Цвета морской волны. Синяя. Красная. На любой вкус и цвет были нитки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дверь интересная с двумя штурвалами Электрические щитки Да, а вот и сердце бункера Блин, он как будто прямо с завода Вообще, как новенький Смазать, обслужить И можно запускать Опять же, это лишь мои предположения Интересно, вот что Если убрать свет Если убрать свет Все в сборе Все в сборе Вообще, я бы сказал, что это убежище Одно из самых образцовых Если взять все места, в которых я бывал Здесь порядок Починить вот эти скамейки Помыть полы, убрать Принести сюда запасы еды, воды Обслужить дизельный генератор И в теории его можно было бы использовать Пункт управления Небольшой такой пункт связи Блин, послушайте этот звук Еще один телефон Уже с другим звуком Уже четвертый зал, получается Здесь, наверное, убежище Минимум на человек пятьсот Стоп, что? Еще и пятый зал небольшой Ну да, завод вообще был большой Рабочих было много Так вот, мне интересно Куда же вынесли все противогазы отсюда? Какая дверь? Вот это, да? Вот это размер, конечно Наверное, такую, чтобы закрыть Надо было Несколько человек Чтобы его закрывали бы Кстати, заметил интересную вещь Это, я так понимаю, громкоговоритель Причем он висит и в этой комнате И в этой Продублирован во всех То есть, когда Командующий делал объявление Его было слышно по всему бункеру Хранилище питьевой воды Два таких бака Интересно, пустые, полные Не, пустые, походу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...